приветствую всех кто заглянул на мой канал спасибо тем кто подписывается оставляет свои комментарии ставят лайки приходит сам вел к маме и о чудо она не лежит в кровати она не сидит на кухне уничтожая еду она убирает в квартире долго репетировали эту сценку я настолько привыкла видеть тв в горизонтальном положении что не верю в ее добровольный порыв убрать в квартире вот для контента выйти с веником она готова а махать им по-настоящему нет к тому же кто смотрит ролики самвела видели как неумело она это делает когда первый раз увидела как она подметает я подумала что она делает это первый раз в жизни я никогда не видела чтобы люди вот так подметали она держала веник как держит швабру смотрит самвел на мамки на платье и говорит какое оно ужасное на нем собирается вся шерсть а что же вы макаренко не воспитывайте свое животное чтобы она не лазила на кровать и вы не ходили в одежде будто только что валялись на грязном полу чужих животных вы знаете как воспитывать а своему одному единственному как обычно ума дать не можете мотлах на тебе мама а не платье посылки от поганых зрителей перестали приходить вот баба таня и ходит в чем бог послал у сына мозгов нет ни себя деть ни матери купить приличное платье для дома это ж насколько надо быть никчемными людьми чтобы сейчас в это время не уметь купить себе одежду как так столько магазинов с легкими платьями халатами неужели нет возможности пойти и купите несколько платьев ума нема просто банана нет мозгов выбрали бы из такого материала чтобы это платье не мялось легко стиралась быстро сохло и купить не черного или темно-синего цвета и не белого конечно же а какого-нибудь серого оттенка или бордового или темно-зеленого чтобы платье выглядело весело и в то же не время не было марки неужели это так сложно я вообще отказываюсь понимать этих людей сам был сам ходит как дед шишок он себя не может одеть что уж говорить о матери удивительные люди не все время удивляют и удивляют казалось бы уже удивить нечем но они на ура справляются с этой задачей и опять зрители удивлены и волосы у тебя мама лохматые она как раз собиралась после уборки их вымыть неужели в самом деле это произойдет и мы увидим бабу таню с чистыми волосами да ребята именно так и произойдет правда ее мокрые волосы с которыми она выползла мало чем отличались от волос когда они были грязными нет у нее разумения нормально воспользоваться полотенцем сидит и вода у нее течет по шее попросту даже не вытерлась самой пошел на кухню поднимает крышку на кастрюле внутри кастрюли лежат ножки кастрюли снаружи вся поджаренная аж сгоревшая а куда она делала все сковородки это ж надо так ухайдокать кастрюлю мать миллионера жарит мясо в обычной кастрюле тв ему орет там у гирки ем мяско ешь сынок ешь а где колбаска которую она недавно размораживала и должна была приготовить все уже спрятала в желудочек а сына кормит огурцами и ляшками большего сынок не заслужил мать года то что вкусненькая она и сама может съесть а его еда это яйца ножки и вот придумала заботливая херяма чем разнообразить его меню огурками жри и не жалуйся что тебя мама не кормит самый решительно закрыл крышку кастрюли и сказал нет мне это не годится в самом деле что он плохо живет или мало кому должен он поедет в ресторан закажет себе там салат и курочку класс вот все равно он не может выйти за пределы зелени и куриного мяса пусть в ресторане но обязательно должна быть курочка потом он подумал и добавил а может быть возьму рыбу или говядину вот это размах начинает севка выходить из под маминой юбки выглянул цыпленок из своей скорлупы и думает а еще помимо мяса то ведь куриного есть и говядина и даже рыба а почему бы не попробовать заказать себе это зашел собой в комнату нашел список необходимых мамки продуктов среди всего прочего числились опять же таки помидоры он прочитал список ну и раз не стал возражать значит он целиком и полностью с ним согласен если бы он там увидел списке шоколад он бы стал возмущаться но раз помидоры вписанные он молчит значит помидоры можно пусть мама покупает себе творог кислую капусту киви помидоры вот интересно ира сейчас последнее время смотрит его видео она не задается вопросом а какого черта я не так давно полчаса орала на мать сорвала глотку из-за того что помидоры ей нельзя а уже второй раз эти самые помидоры мать покупает и ест с разрешения опять же таки сам выла на месте иры благоразумнее было бы вообще не вмешиваться в их отношения молча выслушала и живите вы как хотите сам вы рассказывает как он навестил мурчика говорит ранка у него уже заживает сытники начитавшись комментарии в зрители стали оправдываться чарли не кусал кота он уже пришел с раненой лапкой когда котик пришел андрей хотел его покормить но котик даже не спрыгнул забора андрей кормил его какой молодец андрюша он покормил его прям там наверху на заборе и только на следующий день он увидел что у кота на лапке кровь ну конечно сам был сытником за это ничего не сделать но запомнит и как только он будет на игре не увидит что пришел код и собаки проявляют к нему излишний интерес севка возьмет ситуацию в свои руки чем это закончится неизвестно но я не думаю что сам вы что-то серьезное бы им сказал или сделал разорвать все отношения с ними из-за кота но тогда он останется совсем один и нет никакой код не стоит того чтобы терять в лице сытников семью а он сам неоднократно говорил об этом они ему дали семью вышел сам был на балкон чтобы посмотреть действительно ли висят тюльпаны на деревьях или нет нет говорит не вижу это он сейчас к чему клонит я так чувствую что закончится тем что он обвинит соседи в том что они наговаривают на его мать даже несмотря на то что она призналась в том что выбрасывала цветы и выливала воду из вазы хорошенько присмотревшись он все-таки увидел эти цветочки ну слава богу говорит еще бы догадалась прокладки выкинуть хорошая штука склероз ничего не болит а каждый день столько новостей он хочет сказать что он не помнит как она выбрасывала прокладки уже и он это видел так что опоздал мама догадалась уже их выбрасывать было это проходили мы видели и помним об этом сама считает что люди выросшие в городе этого делать не будут а вот сельские запросто если для них было обычным делом выбрасывать из дома через окно мусор во двор то это не значит что так делали все остальные и даже если этим занимались не только они но и другие жители их деревни это тоже не показатель того что в других деревнях люди поступали точно так же дело в человеке они вместе где он вырос они привыкли у себя в деревне свинячий поэтому они в городе это делают ира которая приходила у них убирать отказалась напрочь больше это делать но если человеку приходится чистить свинарник то значит и платить надо соответственно а то наде он заплатил 20 тысяч а или баба таня платила 200 300 гривен и это при том что ира вылизала всю квартиру от и до да еще и туалет мыло по два раза а как баба таня умеет его загадить рассказывать не нужно те кто смотрит ролики самуэла видели это своими собственными глазами ну и зачем человеку такое счастье последний раз когда она убирала у нее она чуть не плакала она только что вымыла а у бабы таня расстройство желудка случилось и она снова все загадила ира снова пошла это мыть а заплатила баба таня ей копейки вот пусть найдут себе другую дуру которая будет им за копейки все их дермецо вылизывать пусть попробуют клининговую компанию пригласить за 300 гривен свинячий навоз убирать и посмотрим найдут ли они такую компанию а то привыкли на халюги на чужом горбу в рай выезжать ой как самуэлу это не понравилось но раз ира не может значит все 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 даже если ира передумает он это наверно хотел сказать да будет им звонить севка гордо откажется раз она сама спрыгнула с этой темы так тому и быть пусть больше даже носа к ним не показывает и никакой работе и не мечтает выпросила у сам вела баба таня чтобы он показал ей видео с приготовления пасок я думала она слюной захлебнется ой какие паски красивые она тоже хочет ей проще перечислить чего она не хочет вряд ли найдется много таких продуктов я думаю единственное чего она откажется это от горького перца ну и говядины хотя если эту говядину хорошо приготовить и не сказать что это говядина баба таня сожрет ее за милую душу она все время сетует на то что у нее там сахарный диабет из-за которого ей приходится ограничивать себя в питании она не хочет подумать о других людях которые не болеют этой болезнью но них просто нет денег на то чтобы купить себе обычные продукты у нее красная рыба и икра в холодильнике не заканчивается так же как и мясо любого сорта и она еще жалуется на свою жизнь пусть пойдет и заглянет свой холодильник и пусть заглянет в холодильник зине и посмотрит что у нее там лежит пусть сравнит лежат узи на огромные куски свинины рыба я уже не говорю о красной обычная морская рыба узины в холодильнике лежит баба таня живет одна холодильник у нее битком забит и это все только для нее одной и она без устали бога гневит и ведь она не сидит без сладкого она же все равно позволяет себе время от времени какую-нибудь вкусняшку но все равно ноет вот когда жареный петух клюнет тогда она поймет что была не права ты рачки не звонила мама я с кариной разговаривала номер иры уборщицы иры дочери а также карины находятся рядом но и вот бабушка случайно выбрала не тот контакт и попала к внучке ну вот так и поговорили чтобы баба таня сама по собственной инициативе позвонила внучкам и пообщалась с ними делать ей нечего внучки тоже не особо стремятся общаться с супер своей бабушкой поговорили о чем они карина посмотрела видео сам вела уже не первый раз звучит эта информация что она постоянно смотрит все ролики сам вела а потом коротко передает информацию о том что увидела маме ну наверное что-то если экстремальное только тогда и разоходит и уже смотрит сама рассказала карина маме что письмо написал не валентин и баба таня начала рассуждать в чем были проколы человека который принес это письмо первое надо было бросить его в почтовый ящик а не оставлять на улице на доске объявлений и в письме были указаны только те детали которые ты бы озвучила вот если бы хоть один факт был указан о котором она не говорила тогда бы она и поверила что это письмо от валентина но вот как она может быть от валентина какой смысл сейчас об этом рассуждать если уже сто раз было доказано что он умер в 2005 году даже если бы кто-то написал какие-то детали это не изменило бы ситуацию над ними могли просто пошутить например кто-то знал хорошо валентина слышал лично от него историю его отношений с тв и если бы какие-то детали были указаны туба ботани бы все равно продолжала настаивать на том что он живой кроме них никто этого знать не мог неужели не пришла бы здравая мысль в голову что человек откуда-то узнал детали и просто написал о них просто пошутить не хочет сам был продолжать эту тему но сказал дочь валентина на его письмо не ответила что еще раз подтверждать что люди там нормальные и поддерживать отношения с подламянами не хотят зачем они будут ему отвечать их отец был женат на бабки всего ничего да даже если бы они прожили несколько лет зачем им это чужая семья тем более если они посмотрели канал самвел они сразу поняли какого сорта это эти люди конечно от них лучше держаться подальше что они сделали собой думает что они такие классные потрясающие что все стремятся к общению с ними но он очень сильно заблуждается на этот счет вот такой вот была моя первая часть обзора на это видео надолго не прощаюсь с вами увидимся во второй всем пока